Привет, комрады! Продолжаем играть в Call of Duty Vanguard. Vanguard, Vanguard, в общем, да. У нас с вами зимняя миссия в Сталинграде номер 2. Опять же, за Полину Петрову. Всем приятного просмотра, прежде чем я приступлю к прохождению этой миссии. Поблагодарю вас за пальцы вверх, друзья. Пожалуйста, не забывайте их ставить и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневные, конечно, включайте все уведомления, колокольчики и так далее, потому что до конца игры осталось совсем немного. Ну что, Механ Смирнов, поехали! Вы заметили, кстати, что озвучка порой хромает и громкость ниже нужной ставится ниже средней? Странно. Да, это явно не Шимкент. Ну ладно. Слушай, но сеструха-то твоя может вообще карабкаться по всему этому делу, но ты, наверное, не можешь, да, Механ, или как? Да нет, нормально у тебя все. Так, снайпер, значит, теоретически он засел в одном из этих зданий, да, в многоэтажечках таких? Вон там, справа. Штайнер. Куда он собрался? Едет в направлении универмага. Скорее всего, ты прав насчет этих снайперов, Миша. Идем, пока мы его не потеряли. Миша, осторожно! Я вот уверен. Ложись! Что дальше? Так, Механ, по поводу того, чтобы отвлечь снайпера. Ай-яй! Доверься мне! Я уже из-за тебя пуля получил, чувак, так что давай. Ага. А по поводу движения, что мы будем делать? Ложись! Я так понимаю, я просто должен... Готовы стрелять! Да, я понял. Я сейчас пришел! О, я сделал это с первого раза. Ну, правда, пришлось Механу два раза дать сигнал. Подожди, а еще один снайпер есть? Открывай себя! Понял. А, хорошо. С ними покончено! Идем! Самое интересное, что мне даже пристрелку, кстати, не пришлось брать. То есть я стрелял чисто в цель. Странно. Ну да ладно. Что, Механ, пойдем? Или ты засофтлощился? Я не знаю, я боюсь этого на самом деле, что персонаж просто зависнет в один определенный момент. По поводу второго оружия... А, у меня ППШ, точно. Жалко без барабанного, конечно, магазина. Но мы что-нибудь придумаем. Ну что, друзья, как вам, кстати, зимний Сталинград? Делитесь в комментариях. По-моему, выглядит вполне даже... Хорошо. О, товарищ снайпер из Call of Duty 2! Ай-яй. Так, еще. Увидеть бы этот проблеск. Механ, ну-ка давай, Миш. О, понял. Сюда. Давай, Миш, надо идти. Кстати, вот вам тоже было бы интересно, если бы они сюда в качестве пасхалки добавили крики немцев из Call of Duty 2. Вот это... Советы еще... Что-то там. Советы еще... Солдат. Блин, я не знаю. Не помню точно. Это... У Механа какая-то проблема. Смотрите, с координацией. Он постоянно сидит в укрытии. И походу сестре надо бежать вперед. Да? И только после этого он зашевелится. Да, так и происходит. Ладно. И таким образом мы должны теперь двигаться до города. Да? Постоянно. Подавлять сопротивление вражеских снайперов. Ну, допустим. А немецкие солдаты тут где-то сидят? Учитывая, что выстрелы-то они по-любому слышали. Не наши так свои. По-любому. Так. Хорошо. Опа. А вот и собаки. Собаки. Ненавижу собак, как говорил один мужик. Так. Здорово. А, ну все, понятно. Наступление начинается в полную силу. Слушай, по поводу снайперов. А получено достижение хищная птица. Прикольно. А у нас вот еще грузовик теперь подъехал. Подождем, пока они выйдут. Хотя бы водитель. Так. Шарпшутся. Это мне, кстати, в комментариях сказали снайпер переводится, а не стрелок обычный. Окей, буду знать. Кстати, еще огромное спасибо Олегу Гаврилову, кажется, который комментарий оставлял, что Серега, типа, как думаешь, а то, что Новака убили в первой миссии, является ли это своеобразным ответом разработчиков на то, что им надоели немые герои в Call of Duty, поэтому они его завалили в первой же миссии? Потому что потом мы играем за героев, которые умеют разговаривать. Олег, слушай, хорошо ты, кстати, это заметил, скажу тебе честно. А еще один человек обратил внимание, что позывные гром и молния во второй миссии это отсылочка на спасти рядового Райана, потому что там были точно такие же позывные. Ладно, преследовать Штайнера теперь у нас, наконец, задание. По-моему, здесь должны появиться уже снайпера. Да, и поэтому... Давай-ка, Михан, отвлеки-ка их... Ага, я понял, где он сидит. Хорошо. Главное, чтобы его не подстрелили, потому что это единственный, кто из семьи Полина остался. Слушка! Она же уже заспойлерила, что все ее родные мертвы, да? То есть, получается, Миша... Оу. Я не хотел бы об этом думать до того, как закончится задание, но посмотрим. Ладно, в любом случае, драматическое кино под названием Авангард уже даже потихонечку к концу подходит, друзья мои. Так, а по поводу еще снайперов. Вроде как тут уже никого нет. И мне бы, наверное, патроны не помешало забрать с немцев. Здорово. Так. Ага, вы шлете через дым. А что вы этим хотите добиться? У меня такой вопрос. Егер-мердер! Это что еще такое? Я вам честно скажу, несмотря на то, какой я старый человек, я впервые... О! Я вообще впервые слышу это слово! Ёлки! Да я не даю ему подобраться сзади, чувак. Но, слушай, живучая скотина. Давай-ка гранатку подготовим. Два, три... Вот так сделаем. И хорошо. Забрали. Выстрел в голову бы сейчас со снайперки. Решил, конечно, все вопросы. Умер. Нет. Э, отличный... Отличный немецкий солдат. Слушай, вообще насрать на все. Ай-яй! Не, ребят, если бы такие чуваки были в зомби-режиме, да? Ну, такие джиггернауты своеобразные. Я бы еще понял. Но ни хрена себе он живучий оказался. Вы видели сейчас, кстати? МГ-42 переключился. Помогал он. Так, ладно, добиваем остатки, короче, и преследуем Штайнера, получается. Но битва в поле неплохая, конечно, была. Нормально. Хоть кого-то, наконец-то, он убил. Тут так оружие забавно вертится в воздухе. Заметили, да? На что-то же нужно внимание обращать. Так, ладно. Штайнер. Фридрих Штайнер. Фу, блин. Этот. Лео Штайнер, господи. Брат или кто-то. Ты здорово напугала Штайнера. Это значит, мы близко. Тогда идем дальше. Или, может, разработчики колудить и знают только фамилию Штайнер немецкую. Попробуем подстрелить, пока он внутри. Отберемся ближе. Да, хрен я отсюда попаду. Она-то, может, и подстрелит, но вот я не уверен насчет своей точности и трясущихся ручек. Так что, да, давайте подойдем, пока тут окопы. Вроде как, да? А немецкий солдат, кстати, здесь нет. Мне не терпится прострелить Штайнеру голову. Стоп! Что-то не так, Полина. Ну-ка, давай-ка глянем. Отсюда не атакуешь. Их слишком много, смотри. Ай-яй, сколько этих ягермейстеров, или как их там назвали? Штайнер. Там, справа. Так, ага, справа. Да я вижу. Это может быть командир Штайнера. Снайпер, ложись! О! Ты как? Миша! А, ничего страшного. Осмотрю, не дергайся. А-а-а! Моха наше дело. Да уж. Не трать время, сестренка. Слышишь? Я вытащу тебя и поставлю на ноги. Я не дам тебе умереть. Вставай! Идем! Я дотащу тебя до почтанта. Там мы будем в безопасности. 200 метров. Ни хрена себе. Так, ладно, хоть они, кстати, вниз прыгают. Этого хорошо. Отдачи-то у пистолета совсем нет. А сейчас этот, ягермейстер, или как его там, выпрыгнет на меня. И все, это будет концовочка. Так, а патроны, как я понимаю, бесконечные. А вы что делаете-то? Угомонитесь, я раненого несу. Вау! Бонзей-солдаты немецкие. Так, нормально. Слушай, ну тащить его долго придется ведь. Сами понимаете. Ай-яй. Это автоматический пистолет? Нет, показалось. Это значит, у меня просто палец такой быстрый. На нажимал, как говорится. Так, я боюсь сейчас штыковой атаки, честно говоря. Черт! И взрывайся. Найс. Мосток-то мог, кстати, обвалиться. Ладно, хоть повезло еще. Повезло, повезло. Здорово. Какого-то им ассиста, кстати, как я понимаю, здесь нет. Хотя... Не-не-не-не-не-не. Здесь вроде как куда целишь туда и попадаешь. В общем-то... Как же сейчас повезло, что бойма была полная. Афигеть. Вы представляете, как пострадает... Да, я его очередной раз напомню. Игровой пацифист. Посмотрите, сколько немцев тут убить-то надо. Хотя, с другой стороны... Да, пройти Вторую мировую без убийств. Разве что только в первых Call of Duty можно, да? Когда игра не особо привязана к этим киллам заскриптованным. Ладно. Михан, живи. Ай-яй. Надеюсь, ему там ногу не оторвало. Не отдавай им Сталинград. Этот нож не поможет нам выбраться. Стой. Нам надо... Прошу. Нет. Ты бредишь. Давай. Надо идти. Давай, иди. Нет. Ты держи проем, а я зайду во фланг. Нет, времени. Дочки. Иди. Я их задержу. Братишка. Сестренка. Иди. Ничего. Иди. Эх, вот так. Я это предсказал. Но как сказать предсказал? Я просто вспомнил об этом за пять минут до самих событий. Если что, это, кстати, геймплей сейчас идет. Это не кинематография. Так, здесь невозможно присесть, да? Ну, зато здесь хоть можно. Снайперку, надеюсь, не потеряла. Потому что Штайнера в любом случае убить придется. Ёлки-палки, какая разруха-то. Эти там еще орут сверху. Фрицы поганые. Так, ладно. Выход какой-нибудь? Тут дыра светом есть. Во. Здесь можно было приползти, оказывается. Я обычно привык, что если С зажимаешь, то герой сразу в положение лежа. Встает. 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 Ложится в положение лежа. Так, ладно. Давай, убирай. Я знаю, что ты где-то здесь. Сволочи. В этот раз тебе не уйти от меня, птичка. А вот тут, наверное, стелс наше все. Преследовать Штайнера теперь задание. Вот тут, я думаю, все-таки нужно теперь делать быстрые убийства. Притом сзади. Для того, чтобы тебя в итоге не спалили. ППШ у меня, кстати, полностью заряжен. И, как видите, Полина Петрова опять в приседе движется максимально быстро. Так, только теперь мне надо с этими солдатами как-то поаккуратнее расправиться. Смотри, они вообще ведь не разделяются. И притом у меня нет никакого сосредоточения. Придется их, наверное, пропустить, да? Тоже так думаете? Патроны. Не успел я патроны забрать. Пофиг. Так, нам сюда. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, смогу ли я сейчас сзади его атаковать. Но я, конечно, попытаюсь. Здорово. Труп в любом случае заметит. Но мне уже деваться некуда. Рэд там было написано, да? Пистолет какой-то можно было подобрать. Р-А-Т-Т. Окей. Так, залезь на стенку. Я же совсем забыл, что она может паркурить. Вроде как столько миссий уже прошло, да? После первого Сталинграда. Окей. Нам, как я понимаю, вниз. Смотри, игра, по-моему, заставляет меня все-таки нарушить тревогу. Если только они... Расходятся, скотины. Ой-ой-ой-ой. Я прямо в логово волка просто запрыгнул. В логово Льва, блин. Какой кошмар. Иди сюда, тварь. Ага. Следующий коридор это то, куда мне нужно. Здорово. Нормально, нормально, нормально. Согрить не успел тревогу. Окей. И еще тебя я с собой заберу. Как хорошо, что они лаять-то не могут здесь, а? Вот прикинь. Как старые Call of Duty. Сейчас бы как разлаялись. Так сразу все, тревога поднята. Слушайте, я, по-моему, все-таки не туда пошел. Но таким образом я могу зато весь дворик расчистить, да? И никто ни о чем не догадается. Не, ребят, в этой миссии немцы какие-то чрезвычайно слепые. Вообще ни хрена не видят. Ни хрена не слышат. Я могу действительно сейчас весь дворик просто расшатать по полной программе. Что, собственно, я и сделал. Ну, магазинчик-то, наверное, чистить не буду. Там есть пара солдат, да. Потому что направление я, видимо, выбрал неправильно. Кстати, так по поводу этого пистолета РАТТ. Мне там что-то писали в комментариях. То, что, типа, это очень странный момент. Но я так и не понял, почему же он такой странный здесь. Манекены. Надеюсь, манекенов не боится никто. Так, еще немецкие солдаты, как я понимаю. Он один, да? Пока этот с фонариком не зашел, надо устранять. Трупы здесь перетаскивать нельзя в этой колде. Поэтому, да, придется двигаться именно таким образом. Ну, вы хотели стелс-миссию? Ну, вот я вам стелсы показываю. А то все говорит, типа, Серега рашит постоянно. Что же такое? А ничего. Ждем просто, пока солдаты разойдутся. И далее я вступаю в бой. Здорово. Орать мы разучились, видимо. Вот видите, сколько Call of Duty уже прошло. Месткие солдаты тоже стареют, судя по всему. Ладно, этот пускай остается в живых. Хорошо. Двигаем далее. Я, на самом деле, не знаю, сколько здесь еще нужно будет зачистить комнат. Так. Давай, мисс Маугли 2021. Так. И вот сюда. Ага. Вот отсюда, кстати, Штайнера будет, по-моему, нормально подстрелить, да? Тоже так думаете? Только вот где он сейчас находится, мы, боюсь, этого не узнаем. Так, высаживается дополнительное подкрепление. Это плохо. А, скримеры. Я просто, знаете, вот каждый раз, когда мимо этих шкафов проходишь, я такой думаю, блин, сейчас скример какой-нибудь подойдет. А я такой идеальный шанс ведь застрелить его. Там даже этот егерь мейстер с ним. Я, может, их все-таки неправильно называю. Если что, на монтаже я там пересмотрю. Может, буду субтитрами подписывать, как правильно. Если не лень, конечно, будет. Так. О, елки! А я говорил, что скример здесь по-любому будет. А почему пол не про... А. Прическу испортил, зараза. О-о-о! А вот у нас и начинается прикол. Охренали! А-а-а! Понятно, победить солдат Штайнера. Вы побеждали куда более опасных врагов, чем какая-то девчонка! Как скажешь, мужик. И осталась здесь совсем одна. Ой, наверное, неправильно я как-то сделал, да? Подожди, так... Че там с немецкими... Солдатами, елки-палки. Здорово. Нихрена себе. Я не ожидал, что они сразу красный экран делают. Они такие тупые, что реально постоянно будут стрелять по моим ножикам? Серьезно, сколько бы раз я их им не показывал? Жесть. Но это уже настоящая арена, друзья мои. О, здорово, немецкий солдат. А если это... С патронами-то у меня проблемка будет. ППШ, конечно, имеется. И вот еще один солдат притащил боеприпасов. Че ты там стоишь, дрочишь? Иди сюда. Не стесняйся. Мне главное, чтобы один патрон по итогу... Остался на господина Штайнера. Я надеюсь, что пополнить это дело можно будет спокойно. Так. Только надо было снайперку в руках все-таки держать, да? Угу. Потому что таким образом я, наверное, не привлеку особо внимания. Вернее, ответку им никакую не сделаю. Так, здорово. А джагернауты будут... Вот давайте так. Зачем их называть егермейстерами или как-то так? Я просто их буду называть джагернаут. Так ведь гораздо проще. А прикиньте, кстати, на ветеране в этот момент проходить. Я даже боюсь представить человека, который на это все-таки решился. Подождите вы. Че там этот Штайнер орет? Вышел бы давно один на один против меня. Хотя исход, в принципе, и так всем понятен. Ай-яй. У него тут вообще целая дивизия. И просто леди соловей гасит всех. Ну нормально, нормально, ребят. Все отлично. Последний патрон остался. Придется экономить пока что. Дымы. Дымы у меня полные. Контрольная точка. Здорово. Че ты там делаешь? Я могу, кстати, добраться ведь дотуда спокойно. Ага. Эти кирпичи, наконец-то, я уже узнаю. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А там, кстати, граната, по-моему, упала под этого солдата. Между прочим, ППШ с увеличенными магазинами. Привет. Давно не виделись. Так, гранату заряжаем. Красный экран, не хочешь пройти немножко? Вот так. Замечательно. Они там, че, через дымы видят, что ли? Ты че... Открывайте огонь! Я не понял, я этого мейстера-то вашего убил? Джиггернаута который? Хрен его поймет. Странная какая-то эта миссия. Столько у меня вопросов к ней. Я вижу еще одного немецкого снайпера, но мне придется... Так. Вот это уже не смешно. Давай-ка заберем их оружие. И сначала отлечем внимание, пускай стреляют. Мейстер. Ты че там сидишь? Сюда. Ну, конечно, я его не убил. Это стандарт. Да чувак, прикинь, вот... Хочу, походу, чтоб тебя... Что ж ты здесь, солдаты, тупее меня в каких-то моментах? Это позволяет мне, в общем-то, здесь выживать. Так. Еще? Ай-яй. Слушайте, сколько я там убил? Мне кажется, я солдат 50 уже точно застрелил. Он так не кажется. Ага. Штайнер, там выйти не хочет? По-моему, это, кстати, половина задания отстрел вот всех этих лошков. Но, по-моему, это никогда даже не закончится по итогу. Да. Леди Соловей. Есть такое. Еще? Внизу, слышу. Ползают. Так, давай патроны сначала заберем. Я очень рад, что здесь даже для Реквиема патроны забрали. У меня такое ощущение, как будто они спавнятся за моей спиной. Тоже заметили? Странная какая-то миссия. Она одна! Много! А я здесь. Концентрация, кстати, как падает, когда ты в красном экране находишься. Привет. Надеюсь, это был последний, между прочим. Я просто не знаю. Все, да, цель достигнута. Я остался один, старик. Все твои солдаты мертвы. Пошел за патронами и сдох. Да, конечно. Я вообще хотел красиво со снайперки ушатать, но раз игра не позволяет, сделаем так, как было заскриптовано. Да, по итогу... О, нет, Реквием. А, я понял. Тут надо, оказывается, ползком только перемещаться. Только так, по мне, никто не попадет. Окей. А мне в итоге... Подказаться к Штайнеру надо. Ага. Я, собственно, это и собирался делать, чувак. Так, ладно. Я наверх там должен был пройти. Я уж просто решил до конца исследовать локацию. Вентиляция, да, очередная? Ага. У меня такой вопрос. Второе оружие-то, оно здесь при чем? Я не видел, чтобы оно падало. Ты хочешь меня убить, Полин? Что ж, попробуй. Да я это сделаю, чувак. Веришь или нет? Так, победить Штайнера. А где он там находится? Он, наверное, находится на крыше, да, как раз этого здания. И единственное, ведь как я могу орудовать? Только ножиком, да? А хотя, подожди. Че я туплю? У него солдат-то уж, наверное, не осталось, я считаю. Комната с манекенами. Мне вообще не нравится. Ой-ой. Чувак, да я все понимаю, но... Что такое? Больно было, неприятно. А теперь мне нужно дальше здесь ползать, да? Вот то, что, кстати, вооружен Левый Штайнер дробовиком, это ужасно. Ой, я нашел его. Я вижу, где он сидит. Смотри. Вот он здесь сидит. Скотина тупая. Это знаешь, что мне напоминает? Помнишь в МВ-19 миссию с охотой на Ж-12? Штайнер, ты чисто Ж-12, братан. А можно... А, это выключить только. Да не, немецкая музыка-то пускай играет. Тут, как я понимаю, у него просто заскриптованные углы, в которых он постоянно сидит после катсцены с дракой, да? И мне главное найти его, и при том подкрасться сзади. Понял. Но его можно, кстати, полить по холодному воздуху, да? Который из сорта выходит дурак ртом дышит в этой ситуации. Эй, уэй, уэй. Спокойно. Да спокойно. У него еще есть зажигательные боеприпасы. Вот скотина. Сюда! Что, еще нужно? Офигеть. Я уже, по-моему... Бегай, не бегай. Все равно ты обречен. Три удара, по-моему, я по нему уже дал, если не больше. Ха. Штайнер, ты уже должен валяться, по-моему. Просить пощады. Так, ладно, хорошо, побежали. Дверь он нам открыл. Окей. А где кровь, кстати? Вообще тут капли крови, наверное, должны быть. Ты и твои сраные фашисты! Вы все погибнете здесь, в Сталинграде. Не знаю, зачем она это, кстати, орет прям так. Я думал, у нас тут еще стелс-элемент продолжается. А ты не боишься, что он тебя с дробовика расстреляет просто? Нет, серьезно. А, капли крови, вот они где. Наконец-то появились, да. Теперь мы можем посмотреть, где он сидит. О-о-о. Ну что, Сэм? Из первой мафии. Что, твое время? Мы вас уничтожим. Ты уже ничего не сделаешь. Не я. Гер... Герфразингер. Фашистская сволочь! Мразь! Ты оставил мне только этот нож. Я мог бы помочь. Невероятно. Вы все одинаковые. Я убила несчетное количество фашистов. И вы все несете одну и ту же ерунду. Фрайзингер. Я что, должна его испугаться? Еще один кусок фашистской падали. Не волнуйся. Он будет следующим. Ты хотел захватить мой город и поработить народ. Ты пытался сломать меня, но не смог. Ты сам создал Леди Соловей. И теперь она тебя уничтожила. Леди Соловей оттащила Сталинград от края пропасти. Ее подвиги вдохновили других защитников на освобождение города и контрнаступление. Полина изменила ход войны для своего народа и всей антигитлеровской коалиции. После такого мы не могли пройти мимо нее. Зачем Фрайзингеру младший офицер с Восточного фронта? Какая разница? Да для меня есть разница, Фройлейн. Стильная. Как я понимаю, Фрайзингеру был нужен Штайнер для какого-то спецпроекта. Проект Феникс? Может. Лично мне приказали убить Фрайзингера. Должен быть выход получше. Отсюда нет выхода. Если, конечно, вы не надумаете внять голос у разума. Попробуй открыть дверь. Узнаешь про голос разума. Гарантируешь мне жизнь? Что? Могу. Двуличная сволочь. Ладно. Я расскажу, что ты хочешь. Австралиец. Нечести, неверности. Прекрати. Я не собираюсь умирать из-за твоего рыцарства, Брид. Надеюсь, план того стоил. Ни пуха, ни пера. Я так и знал, что ты сорвешь идиотский план вашей команды. Теперь вы друг друга убиваете? Назад. Цурюк! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, да, конечно, но ведь вы союзники. Не, не так. Скорее, господа и слуги. Это мой выбор, потому что для бритов парни вроде меня ничто. Доброго. 41-й год. Грубый, завсегдатый гаупт-вахты. Это все про Лукаса. Надо отдать должное УСО. Они умеют находить таланты в самых неожиданных местах. А Лукас действительно талант. Великолепный подрывник с характером, взрывным как динамит. И острым языком. Там, в пустыне, крысы Тобрука были его семьей. Увы, этот австралиец так и не научился уживаться со старшими позваниями. Давай, принцесса! Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. World Poker Club продолжится уже в следующей серии, друзья. Извините, конечно, что записываю по одной серии... По... Подожди, по одной миссии за серию. Но, ребята, они очень длинные. Запись около 40 минут идет, поэтому потерпите еще немножко. Ну что, друзья, сейчас мы отправимся в Тобрук. Или в Тобрук, я думал, типа ударение на первый слог. И узнаем историю вот этого мужика. Я забыл, кого зовут. Лукас Рикс, вот, я вспомнил. И, конечно же, поиграем в покер. Друзья, надеюсь, что вы останетесь вместе со мной. Спасибо за лайки. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Комментируйте, включайте колокольчик, все уведомления. Потому что завтра у нас будет продолжение. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры и играйте с хорошими модами. Вернемся чуть позже. Плейлист внизу слева. Внизу справа предыдущая серия. И вверху справа первая, скорее всего, серия. Если вдруг вы это дело пропустили. Всем удачи и пока-пока.